Приветствую вас, поскольку вы пишите, что еще раньше боялись беременности и боялись вы ее панически, то сейчас вы боитесь болезней и получается, что для вас и беременность, и болезнь обладают определенным общим каким-то признаком, который вы, возможно, для себя не выясняете, возможно, вы его для себя не выявляете и вследствие этого неосознанно объединяя эти две вещи, боитесь, что я с одного и того очень просто под разным внешним видом. Ну, если говорить о страхах, то вам нужно в первую очередь выявить причину, то есть вы пишите, что наши тверхи стали старым, начали жутко бояться болезни, вот вопрос в том, в каком моменте и почему у вас появился даже страх. И понятно, что он по какой-то причине связан с расставанием с парнем, но на самом деле без обробного разбора именно этих ситуаций, то есть как вы переживаете за разрыв с парнем, почему у вас непонимание друг другу, как вы воспринимаете это непонимание, считаете ли вы себя, например, виноваты в том, что произошло с вами и с вашим парнем, как-то еще чувствуете ли вы ответственность? А мы ставим по всей видимости, по всей вероятности, страх болезни – это негативное проявление нервного переживания по поводу расставания с вашим мужчиной. С другой стороны, если вы раньше тоже боялись, но боялись другого, то страх может идти и из более ранних периодов, например, из детства, например, из подросткового возраста, и тогда с этим тоже нужно разбираться. То есть вот так вот в рамках ответа на вопрос не представляется возможным разобрать ваш страх, потому что он слишком глубоко у вас и слишком велика вероятность того, что можно ошибиться и дать неточную рекомендацию. Теперь по поводу того, что вы боитесь. Я бы сказал, что вот вы пишете, что, значит, живете в вечном стрессе, но тем не менее обращайтесь к врачам, вы пытаетесь снять симптомы, они вам говорят, каких у вас симптомов, вы им не верите. Здесь правильно выявить, чего именно вы боитесь. И самое главное, перестать самостоятельно читать в интернете какие-то вещи, самостоятельно ставить себе диагнозы и так далее. Ну, не нужно этого, потому что ничего хорошего вам это не даст. Человек не может сам себе поставить диагноз, так человек не может сам себя лечить. Просто в силу эмоциональной зависимости от ситуации, в силу необъективности этого делать не стоит. Вы можете, благодаря такому поведению, просто-напросто себя извести и полностью истощить в свой организм. Поэтому, если у вас есть подозрение на какое-то заболевание, вы лучше не читайте ничего, просто пройдите обследование, сдайте анализы, посмотрите, как у вас действительно состоят дела, но сами не читайте. Далее, работаем с причиной страха. Это страх чего? Страх смерти? Или страх остаться одной из-за этих болезней? Или чего-то еще? Также, непонятно, чего вы боитесь, например, если говорить о беременности. То есть, страх беременности – это понятно. Но чем именно для вас, так страшна беременность? И поскольку вы беременности боялись раньше, то, видимо, с нее все началось. При страхе беременности можно также бояться смерти, можно бояться боли, можно бояться того, что вы останетесь одна, можно бояться трудностей и чего-то еще. В зависимости от того, на что именно больше ориентирован ваш страх, и нужно работать, нужно помогать вам преодолевать этот страх, возможно, как-то купировать его, становиться сильнее. Если в корне лечить, например, неуверенность в себе, то это неуверенность в себе. Нужно также выправлять, купировать путем достижения определенных задач, путем выполнения целей и так далее. Но нужно более четко понимать, чего же вы боитесь. Еще раз повторю, в рамках вот такого ответа на вопрос нельзя вам помочь. Можно дать какие-то общие рекомендации, но вы, наверное, сами не понимаете, сами не представляете, чего именно вы боитесь. А раз так, то тогда в таком случае нужно выяснить первое, чего вы боитесь. И вот уже в зависимости от этого, уже в зависимости от этого, и тогда решать, в какую сторону вам двигаться. Исходя из этого, я бы рекомендовал вам выбрать эксперта на нашем ресурсе и поработать с ним. Во-первых, проработать ваш страх беременности, потом проработать разрыв отношений с молодым человеком. И потом, если страх останется, то уже работать с теми симптомами, с теми признаками, которые у вас есть сейчас. Потому что тот, кто вы описываете, является скорее следствием, чем причиной. А причина, она вот в серьезных эмоциональных потрясениях и, наверное, страхе беременности. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Ну, желаю вам всего доброго и удачи.